Контроль над Северным Кавказом и смогут ли боевики, которые воевали на стороне террористической организации Исламского государства в Сирии и вернулись в Россию, создать собственное независимое государство в Дагестане? Этими вопросами задается журналистка ведущего немецкого журнала «Фокуст» Ида Хальт Ауфтер Хайде в статье под названием «Теракт Исламского государства в неспокойном регионе. Путин теряет контроль». Автор пишет, что в Дагестане не проходит ни дня без столкновений между полицией и исламистами. В результате двойного теракта на прошлых выходных вблизи столицы республики Махачкалы один полицейский погиб, двое получили ранения. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Ее роль в Дагестане и на Северном Кавказе в целом стремительно растет, отмечает Ида Хальт Ауфтер Хайде. Ситуация на Северном Кавказе, где большинство населения составляют мусульмане, продолжает накаляться. Представители экстремистских групп воюют за создание отдельного от России Эмирата. Дагестан примкнул к территориям, где экстремисты развернули активную деятельность. Действующая на территории Чечни, Дагестана и Грузии террористическая группировка «Имарат Кавказ» официально присягнула на верность ИГИЛ. И сегодня граждане России, которые возвращаются из Сирии и Ирака активно и с готовностью, и воевали там, и возвращаются в Российскую Федерацию, активно вступают в ряды этой организации «Имарат Кавказ». Поэтому обозреватель немецкого издания «Фокус» считает, что Путин может потерять контроль над ситуацией в Дагестане и на Северном Кавказе в целом. Эксперты уже называют Дагестан новой Чечнёй. Многие годы дагестанцы считались особенно жёсткими, хорошими солдатами. Они пользовались спросом в качестве боевиков в рядах исламистов. В противовес бедности и безработице в Дагестане, вербовщики террористической организации ИГИЛ предлагали молодым дагестанцам радужные перспективы – заработка, власти, признание. Опасения, что Дагестан превратится в горячую точку России, оправданы. Так считает немецкий эксперт по Кавказу Кристиан Остхольд. В беседе с изданием «Фокус» он подчеркнул, что Москва в дальнейшем может потерять контроль над регионом, если не разработает стратегию, которая решит социально-экономические проблемы там. По данным официальных российских источников, к боевикам ИГИЛ в Сирии и Ираке примкнули порядка двух тысяч граждан России. А по мнению Кристиана Остхольда, на самом деле речь идёт минимум о пяти тысячах. Боевиков с российским паспортом. Такие факторы, как бедность, коррупция, безработица, низкий уровень образования в Дагестане являются благодатной почвой для радикализации населения. Усугубляет ситуацию ещё то, что в Дагестане движение сопротивления Москве имеют глубокие исторические корни. Эта Кавказская республика в силу исторических причин никогда не чувствовала принадлежности к России. В Дагестане существует своего рода традиция противостояния во имя ислама. При этом так же, как и в Чечне, в Дагестане изначально речь шла не о религиозном фанатизме, а о попытке избавиться от колониального давления со стороны России. Из-под контроля Путина выходят и традиционно подконтрольные ему территории Северного Кавказа, например, Чечня. Об этом пишет американское издание The Washington Post. Авторы редакционной статьи «Сделка Путина с чеченским дьяволом» призывают обратить внимание на встречу Путина с лидером Чечни. Эта встреча состоялась в конце марта. И вот что на ней произошло. Напомню, что, во-первых, Путин похвалил главу Чечни за то, как он управляет страной. Одобрил его участие в выборах на пост главы региона. Эти выборы состоятся в сентябре этого года. The Washington Post также отмечает, что Кадыров – абсолютный деспот, который жестоко расправляется с идеологическими противниками на территории как Чечни, так и России в целом. И также авторы Washington Post напомнили о том, что Кадыров говорит, что будет расправляться жестоко со всеми представителями спецслужб, которые едут в Чечню и попадают в Чечню без его разрешения. Также мы знаем, что Кадыров замешан в политических преступлениях. Немцов, Политковская. Но, несмотря на все это, Путин проявил на мартовской встрече к нему благосклонность. И за Washington Post описали эту встречу так. Этот спектакль можно объяснить двумя способами, ибо оба они не делают чести господину Путину. Либо российский президент осознанно принимает и, возможно, даже руководит тираническими бесчинствами и политическими убийствами господина Кадырова, который назвал себя пехотинцем президента России. Либо российский лидер, по сути, признает свою неспособность контролировать человека, который управляет одним из самых взрывоопасных регионов страны. Авторы The Washington Post допускают, Путин, претендующий на статус лидера сверхдержавы, не хочет или попросту не может заставить Кадырова подчиняться. Возможно, российский президент слабеет, и его позиции во власти гораздо менее прочны, чем полагают многие западные политики и эксперты. О безнадежных попытках подчинить себе Кадырова пишет и радиоведущая Хам Москвы Юлия Латынина. В эфире радиостанции она рассуждала о том, что из-за слабой политики Путина в отношении чеченского региона, цитирую, «Россия вскоре может стать приложением к Чечне». Латынина говорит, что Россия рискует превратиться в один большой город Грозный, столица Чеченской республики, где все боготворят Кадырова, ходят с его портретом и в случае инакомыслия несут наказание. Латынина резюмирует, Путин теряет монополию на насилие и как следствие свою власть, как в Чечне, так и во всей России. Главная проблема для Кремля и лично для Путина в таком случае заключается в том, что поведение чеченских властей нарушает монополию государства на насилие. Путину будет очень сложно делать вид, что он самый сильный человек в мире, если есть подозрение, что он не самый сильный человек в России. Сможет ли Путин придушить растущее напряжение в Дагестане, обуздать Кадырова в Чечне или потеряет контроль над Кавказским регионом в целом? Покажет только время.